Добрый день, дорогие друзья! Бассейн, баня, шикарная закрыто охраняемая территория. Рядом находится один из самых популярных достопримечательностей в городе Куратианапа. Спуск 800 ступеней и пляж там с самым чистым морем, а также есть ласточкины гнезда, ну и можно прогуляться на кемпинг-рай. То есть это все находится в черте города, поселок Супсех, улица Черноморская, 3. Это гостевой дом Александрия называется, но теперь поподробнее. Дорогой сюда ведет вот такая вот насыпная, сам гостевой дом выглядит вот так. В основном все сюда приезжают на машинах, поэтому и парковка бесплатная входит в стоимость. Такси летом, говорят, из стоимости 150 рублей до города Анапы доехать. Этот гостевой дом предназначен для тех, кто любит активный отдых, потому что пляж, допустим, здесь 800 ступеней и надо просто морально быть готовым к тому, что вам придется преодолевать вниз и вверх, но это очень полезно для здоровья. Я сегодня после обзора гостевого дома с вами вместе схожу. Найти в навигаторе его можно город Анапа, поселок Супсех, улица Черноморская, 3. Давайте пойдем посмотрим, что из себя представляет этот гостевой дом. У меня он вызвал прям бурю хороших эмоций, потому что не всегда встречаешь такую красоту. Гордятся своими хорошими, так сказать, оценками на всех популярных сайтах. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Ксения, я администратор гостевого дома Александрия. Хотим рассказать и показать вам о нашем отеле поподробнее. Мы сейчас находимся на рецепшене, так понимаю, это зона именно встречи ваших отдыхающих. Пойдемте, я покажу вам территорию нашего отеля. Она находится на первом этаже, мы находимся с вами на втором. Хочется сразу обратить внимание, ребята, на отделку, то есть везде картины, везде очень интересная, фактурная штукатурка, об этом потом еще поговорим с вами в номерах. Сейчас мы спускаемся в зону ресторана. Питание здесь входит в стоимость отдыха, именно завтрак, шведский стол, а остальное меню заказное, то есть вы себе выбираете, что вы хотите. Да, наш отель очень славится своей кухней, многие хвалят, в отзывах всегда пишут о нашей кухне. Обеды и ужины вы можете заказать отдельно по меню. Также можно отметить, что отель работает круглогодично и в зимний период времени здесь зажигают камин. Вы посмотрите в Бранске, честно, немного где путешествовал, по разным отелям ходил, но такого не видел. Здесь все закрыто, то есть это как зимний сад реализован, на территории очень много зелени, уютно, комфортно. И начинаем мы с территории, потому что она здесь выглядит просто великолепно. Ты выходишь во дворик, стоят качельки на газоне, по нему везде можно ходить, сядь воздухом, тем более воздух от близости моря здесь имеет лечебные свойства морской. Я так понимаю, чуть позже здесь еще будет буйство зелени. К лету здесь все зеленое, розы расцветают, красивые арки. Территория охраняемая, можно спокойно отпускать своих детей сюда гулять, тем более на территории справа вон там детская площадка есть у нас, бассейн с подогревом до 25 градусов. Даже если зимой приехать в бассейнчике, можно будет искупаться. Да. В принципе это шикарно. И бассейн, видите, сделан не закрытым, а вот с такой арочкой он продувается, морской воздух, шезлонги. На солнышке можете отдыхать и вот так вот выглядит водичка. Также здесь за отдельную плату можно посетить сауну. Так вот выглядит баня, чтобы обратить внимание на красоту просто отделки. У нас многие было, в основном везде плитка, а здесь же плиточного покрытия в принципе нету вообще. Давайте посмотрим сон по вилочке. Материал липа у нас в бане. Баню заказывают за отдельную стоимость 2000 рублей час, минимум 2 часа до 6 человек. Баня очень большая, есть дополнительно фен и еще одна зона отдыха, помимо той, которая в бассейне. Здесь люди могут попить чай, всегда приносится здесь набор кружечек. Вот. И разный чай травяной, какие люди пожелают, скажут, мы всегда принесем чай сюда. Вот прям отдельно хочется отметить помывочные зоны, то есть душевые, тропический душ из потолка и с картинами, вот такой вот интересной отделкой, ну прям аппаратово. Ну все принадлежности есть, я так понимаю, это тоже массажный стол с отдельным душиком. Вот как я и говорил, что территория очень красивая, зеленая, выглядит довольно привлекательно. Здесь с правой стороны имеется как раз таки парковка, она входит в стоимость? Да, парковка входит в стоимость номера. Вот также где вот детская площадка, о которой мы говорили. Ну есть горочка, полазить где и зона воркаута, в основном так и зона отдыха. Я так понимаю, можно брать лежачок, сюда выходить, также отдыхать где вам угодно. Да, многие гости даже берут коврики и занимаются здесь йогой или своими какими-то зарядку с утра в основном выходят делать. Поэтому трава мягкая. И по ней можно ходить. Еще классно пение птиц. И самое важное, отметьте, ребята, вот вроде бы мы и в черте города находимся, но на достаточном удалении, чтобы наслаждаться тишиной только. Ветер, шум листьев и пение птиц. Сейчас мы пройдем вовнутрь и покажем вам остальные зоны отдыха и развлечения ваших детей. Субтитры сделал DimaTorzok Детская комната игровая, куда дети могут прийти либо с родителями, либо сами поиграть, поразвлекаться. Какой-то аэрохоккей имеется, футбол. Будет, как говорится, чем заняться. Есть книжки, листочки, бумага, чтобы порисовать. В общем, я думаю, деткам понравится. Тем более, очень светло и освещение не от света, а из окон. Это полезно для глаз, но есть и софиты. Мы поднялись на мансардный этаж и здесь находится зона отдыха, с которой окрывается красивый вид на море, на город. Люди, гости здесь очень часто проводят время отдыха, читают книжки, могут просто сидеть, наслаждаться видом. Даже если на улице холодно, дует ветер, пожалуйста, вот такая шикарная зона отдыха. Смотрится красиво, когда поднимаешь верх глазки, то есть это купол центральный, который на гостинице находится. Это стандартный двухместный номер у нас. Стоимостью на данный момент он 3 990, плюс рассчитано на дополнительно оплачиваемое место. Балкончик с красивым видом. Балкончики, это действительно балкончики. Люди могут заказать сюда покушать себе с ресторана. У нас также есть обслуживание номеров. Телефон это у вас получается местное. С помощью этого телефона можно позвонить на ресепшн или на кухню. Или же когда у кухни заказ готов, они могут прозвонить, чтобы люди выходили. Также все номера оборудованы сейфами. Есть комплект полотенец, тапочки. Также предоставляем мы халаты. Если людям нужны халаты в летний период, мы предоставляем их. Также кондиционер. Но теперь, ребята, я вам хочу показать, что меня прям восхитило. Обратите внимание на отделку санузлов. То есть какая красота. Раскраска. Сделаны тропические души везде. Фен, умывальничек, зеркало, розеточка. Буски и звезды. Круто. Это у нас люкс. Здесь он приседает с собой две комнаты. Давайте начнем со спальни. Рассчитан до четырех человек. То есть здесь двое можно. Телевизор, шкафчики. Комод на входе. Мебель интересная. Уже халаты. Набор тапочков. Теперь все, что может понадобиться. Здесь зона отдыха. Ну, либо этот диванчик можно разложить. Балкон здесь прям целая терраса. Вот так. Рядочком с видом на бассейн, на Анапу. Ну и, конечно же, хочется показать санузел. Ну, что это тоже какая-то достопримечательность этих номеров. То есть инсталляция, зона пляшевая. Очень без вопросов. Все очень красиво. У меня тут покрытие по-разному. Классно сделано. Ну, такие фрески. Стоимость это номера. Номера на данный момент 6190. Это у нас трехместный полулюкс. На данный момент он стоит 5890. То есть можете увидеть тоже наполнение номера полностью. Все, что может понадобиться. Спредсистема. Кресла. Ну, такшерчики для вас. Самое главное, конечно же, когда ты выходишь на балкон. Свежий воздух. Тени птиц. Столики посидеть. Такая красотища. И все с видом на море, дорогие друзья. Наполнение шкафчиков. Вы можете увидеть. Все красиво, разложено. Ну, в принципе, везде во всех номерах стандартные. С шейфами оборудованы абсолютно все. Вот такая зона молочная инсталляция. Вот такая вытяжка. Это для многих будет прям очень интересно посмотреть. Хочется отметить, что вот мы ходим везде. Там сейчас зона рецепшена. Здесь такой тройной даже свет реализован. Везде растения, везде зелень. Смотрится очень красиво. Это у нас мансардный делюкс. Стоимость такого номера на данный момент 5690. Рассчитан на троих человек. Смотрим, ребята, наполнение шкафчиков. Все везде стандартное. Давайте сам номер. То есть здесь вот, видите, скос мансардный. Сделаны такие окошки. Слушайте, какие-то звездные ночи здесь лежать, смотреть на море. Круто. Звезды, точнее, даже больше. Такая кроватка в спальне. И диванчик, видно, что он тоже раскладывается. Также хотелось бы отметить, что уборка номеров осуществляется каждый день. Гости сдают ключик на ресепшен, а у них убираются в номере. И также санузел. Я просто хочу все показать, потому что здесь он, конечно, самый большой. Можете увидеть, с одной стороны, отделка деревом, аромат дерева стоит. Просто восхитительная. Вот такая помывочная зона. Я никогда таких не видел, поэтому не интересно. Набор, кстати, не обратил внимание. Какой-то химии для вашего ухода и всего остального. Фен есть в каждом. Туалет, который мы посетили, также инсталляция и полотенчики здесь лежат. Это у нас мансардный люкс. Стоимость такого номера на данный момент 5 990. Вот здесь у нас диван. Также каждый номер оборудован холодильником. То есть для каких-то напитков, что-то положить. То есть в каждом номере есть. Нужно обращать внимание ваше. Но можете видеть сплит-систему, также телефон. И здесь просто огромная зона спальни. Прямо уютно. И также такие вот окошки с видами шикарными. Мы просто открываемся, подошел. Вид на море. Окошко можно приподнять, посмотреть, послушать, что там происходит у вас за окошком. Шелест листьев. Но самым большим украшением данного номера является, конечно же, также ванная. Во-первых, она стоит под таким окном же. И можете видеть, сделана в таком красивом стиле. Я даже не знаю, как это правильно называть. Выглядит просто великолепно. Вот вам открыли окно и наслаждаемся видами. Также самое фен, зона сушилки. Вся информация для бронирования, номера телефонов, группа ВКонтакте, email, сайт. Вы сейчас видите на экране. Будем рады вас видеть в нашем гостевом доме. Также хочу отметить, что у нас самые высокие оценки, на Черноморском побережье, на всех платформах, в которых мы зарегистрированы. Ну, а сейчас мне осталось, друзья, пройти до моря и показать вам дорогу. В основном, как я и говорил, здесь отдыхают люди, которые любят активный отдых, либо приезжают ради морского воздуха и закрытой территории. Потому что бассейн есть, территория есть. До Анапы, в принципе, вы сели на машине, доехали за 5 минут. Но до моря здесь надо прогуляться, прогуляться, иметь хорошее желание, как минимум, чтобы осуществить. Но бонусом будет это самое чистое и красивое море на всем Черноморском побережье. Потому что, находясь здесь, ты себя ощущаешь гораздо круче, чем на самых живописных местах Крыма. Почему? Сейчас вы видите. Всю информацию по меню или по ценам номеров вы можете узнать у нас на сайте. Мы от гостиницы отправляемся вместе с вами прогуляться до моря. Ребята говорят, что примерно минут 15 дойти до спуска самого и где-то минут 15 спускаться вниз. Мы всю дорогу с вами снимать не будем. Я вам ее сейчас немножечко ускорю и вы сами все увидите. Мы добрались до края обрыва. Посмотрите, какое лазурное цветное море, прозрачность и шикарные виды. Если прогуляться в ту сторону, можно дойти до автокемпинга Рай. Если чуть выше подняться, то подняться на обзорную площадку Ласточкино-Гнездо. Но до 800 ступеней остается совершенно немножко времени, чтобы мы дошли. По пути вам будут встречаться такие лавочки, на которых можно присесть, отдохнуть. И вот теперь посмотрите то, о чем я говорил. Почему здесь красивее некоторых мест даже в Крыму. Посмотрите, какая великолепная обзорная площадочка. И вот видите, уже 800 ступеней, ведущих вниз. Еще немножечко вперед и мы уже практически на месте. Вот можете обратить внимание, что семьи с маленькими детками спокойно спускаются, поднимаются. То есть для тех, кто будет писать, что да ну, с детьми это не вариант. Все зависит именно от ваших желаний и вашего здоровья, хотите вы или нет. А вон туда, с правой стороны, можно приехать на машину. Ну а теперь нас ждет спуск вниз к 2700 ступеней. В ночное время здесь появилось освещение. То есть даже можно, как говорится, проводить закат на берегу моря. Хотя есть гостиницы, их хорошо видно, которые мы сегодня смотрим. А потом уже прийти сюда на эту лапивящую просто красоту, друзья. Ну что, пристегните ремни, пойдемте прогуляемся вместе. И посмотрим на всех смотровых площадках по сторонам с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Как настроение? Огонь! Все, в конце самые лучшие эмоции, когда остается совсем чуть-чуть при меня. Ее буквально недавно модернизировали, сделали более безопасной. И благодарим всех тех людей, которые участвовали в этом. Вам спасибо большущее! Она также является одной из красивейших фотозон города-курорта Анапы. Потому что здесь можно делать фотосессии буквально на каждом повороте. Когда-то в свою бытность, начало фотосессий, я сюда приходил и снимал постоянно. Сейчас что-то давно уже не было. Я буквально на 2-3 года не приходил на 800 ступеней. И вот сегодня отыграемся за все эти времена. Скамеечки есть для отдыха, чтобы можно было посидеть, перевести дух для тех, кому это тяжело. То есть такой променад, очень полезный для здоровья, качает кровь и поднимает настроение на будущее. Потому что сходите один раз, второй раз, третий раз, четвертый раз, как себе домой зайдет. Потому что с человека в голове существуют вот эти барьеры, что это страшно, это тяжело. Но на самом деле все очень легко и просто. Было бы желание. Вот мы уже с вами, смотрите, пока болтали за минутку, сколько ступенек преодолели. Кстати, хочу отметить, лично для меня, так как у меня большой вес, спуск доставляет гораздо больше сложностей, чем подъем. Потому что здесь приходится переносить вес на одну, на вторую ногу. И это на самом деле очень тяжело. Фонарик упал, как жалко. И сразу же утащили его. Может быть, вандавы просто украли. И там, смотрю, украли. Господи, ну что же за люди-то? Было освещение и нет его. Сейчас впереди, уже вижу, кто-то купается в море. Водичка должна быть очень тепленькая. Сегодня 22 воздух и комфортно довольно-таки прогуливаться. Здравствуйте. Что вы так? Медленно спускаетесь вниз. Мы поднимаемся. Хороших вам фотографий. В общем, разгон делаем, друзья. И впереди у нас первая смотровая площадочка. Даже отсюда, пока спускаешься, уже на самые шикарные виды можно наблюдать. Надо почаще, кстати, приезжать, прогуливаться, чтобы ноги прокачивать. Для кайта это у меня прям самое то, что надо. И смотрите. Направду ведь божественные виды. А представьте, какие они здесь на закате. Сверху горы, снизу горы. И такая красота. Просто фантастическая. Впереди нас ждет еще большое количество ступеней. Мы не сдаемся, а наоборот увеличиваем темп. Чтобы быстрее оказаться в море. Вот опять-таки, смотрите, семья с маленьким ребенком поднимается наверх. То есть для тех, кто не верит в себя. Прям, знаете, вот многие ходят на всякие курсы там техники роста там личностного. Вот вам, пожалуйста, ходите по ступенькам вверх и вниз на море. Отвнизу искупались, обратно поднялись. Все прям очень хорошо. Здравствуйте. Как подъем с ребенком? Тяжело. А тебе тяжело? Ну, вот уже. Бается. Говорит, что нет. Обманывайте родителей. Да? Вот так вот. Для детей это на самом деле просто развлечение. Потому что у них в голове вот этих наших с вами барьеров вообще не существует. Вот там ребятки проводят фотосессию. На одной из самых красивейших этих площадок. Я всегда сравниваю с палубой корабля. И ощущения там прям фантастические, друзья. Вот еще одна лавочка. Чтобы сели, посидели. И вот все было хорошо. Блин, мы уже даже, по-моему, ниже середины прошли. Посмотрите, какое расстояние сверху у нас позади. И до низу тут уже можно достать рукой. Так что, друзья, еще раз говорю, все в голове. Я отдельно потом запишу видеосюжет о том, как я буду подниматься. Это будет прям вообще интересно. Как, ребята? Тяжело, легко? Нормально. Отлично. Вот. Хорошее кардио. Об этом мы говорим, что надо тренировать себя. Смотрите, ребятки. Здесь все починили. Раньше проваливалось. И поднимаемся на смотровую площадку. На которой тоже можно посидеть, отдохнуть. Подсозерцать все эти шикарные морские виды. Абсолютно бесплатно. Абсолютно от души для души. Ах, какова красота, да? Смотришь, душа радуется. Ну, там, ну, дистки загорают. Собственно, почему бы и нет. Потому что там гораздо меньше людей, чем в других местах. Возвращаемся на вот этот поворот. И дальше у нас уже лесенка идет чисто по прямой. По ней совсем немножко надо пройти, чтобы добраться донизу. Здесь раньше, видите, была площадка. Тоже большая. Но ее отбило. Потому что тут, видите, русло реки как раз-таки. А лесенку увеличивает в сторону. А там она как раз-таки прямо на русле и попадала. Здесь, слава богу, фонарики сохранились. Ну, очень обидно, вот, когда делают для людей, вешают фонари. Потом какие-то вандалы приходят и все убирают, это сносит. Очень жалко. Потому что хочется, чтобы, наоборот, как можно больше людей посещали такие места. В Анапе, к сожалению, не так уж и много обязательных посещений мест. И это, честно, одно из них. Я без, как говорится, всяких сомнений могу это заявить. Потому что если вы не были на 800 ступенях, то потом вы говорите, что в Анапе только песчаные пляжи. Буквально вчера мне заявил один подписчик, говорит, я не хочу ехать в Анапу, потому что в Анапе песок. Братан, смотри, сейчас я тебе все покажу. У нас есть галечные пляжи. Тот же самый, один из лучших, наверное, это Суко, Большой Трищ, каменные пляжи. Вот мы на него спускаемся сейчас. Так же есть и песчаные пляжи от центрального 40 с лишним километров. Так что разнообразие пляжей просто огромнейшее. Так же по водорослям на каменных пляжах море никогда не цветет. Здесь я вижу, что или падало что-то. В общем, местами прям прогнуло ступеньки. Хорошо, что есть поручни, за них можно придерживаться. И здесь вот действительно вот именно в этом месте немножко неудобно спускаться. Кстати, парень, он, пока я ходил на смотровые площадки, уже находится в самом низу. Мне будет интересно, кстати, посмотреть, за сколько я спустился. Но ждите обязательно версию номер два. Видео с подъемом наверх. Я думаю, что это будет интересно. Без остановки, нон-стопом. Запишу, посмотрим, за сколько можно будет подняться. Смотришь на скалы. Ах, какова красота. Лево-вправо. Такие прям завидные места. Видите, спускаемся. Еще чуть-чуть, еще немножко. Мне, наверное, очень сильно интересует сейчас, конечно, какая температура водички в море. Смотрим, смогу ли я здесь купаться. Но вид у нее очень нравится. Это лазурный, красивый. И большое волнение. Ну, и, собственно, к концу подходит наше приключение. А как в голове было страшно, что столько спускаться, столько подниматься. А все оказывается, вот настолько близко. Дорогу, запомните, ребята, селит только идущий. И получит самый шикарный Анапский пляж для своего посещения. Вау! Что за вид? Что влево, что вправо. Единственное, водожди не советую, наверное, к посещению. Потому что здесь водичка может стекать, чтобы было все безопасно. В хорошую солнечную погоду. Тут просто великолепнейшие, шикарнейшие места для отдыха. И дай бог, чтобы ваши желания сочинялись и исполнялись. Вот такая береговая линия. Вот те самые нудисточки отдыхают. Можете тоже сюда прийти и не сладиться. Вот он, пожалуйста. Каменно-галечные пляжи. Шикарные виды города-курорта Анапа. И, как вы любите, прогулялись чуть улево. Никого на пляж не будет. Только вы и море. Это тоже дорогого стоит. Температура воздуха здесь на камешках 33 градуса. То есть вот настолько сегодня греет воздух Анапы. И сейчас вот, да, температура водички. Это будет прям вообще невекомерно. Я в любом случае буду купаться, потому что я у нас готов. Друзья, сегодня 26.05.2022 год. Море 19.2 градуса. То есть все. Уже купание официальное. Хотя честно, я особо ни у кого никогда не спрашивал. Можно купаться или нет. Хочу купать. Так, по обуви я бы посоветовал здесь иметь какие-нибудь тапочки-коралки. Потому что камни попадаются такие крупные. Немножечко не совсем удобно заходить в море. Какой кайф, ребята. Какие виды отсюда открываются. Это просто восхитительно. Смотрите. В общем, телефоны, номеров, все соцсети указаны и в видео, и под видео. Звоните, заказывайте, отдыхайте. И, кстати, просите скидочку. Я думаю, что если скажете, что пришли с нашего видео, то минимум 5% вам скинут. Хотя можете ничего не говорить, просто просить. Ах, нам все равно. Мы наслаждаемся, ребята. Какое море теплое. Блин, 19 градусов. Кстати, я плываю от берега. Мне кажется, здесь еще теплее получается. А с маской, знаете, как тут круто плавать. В общем, те, кто готовы, приезжайте, отдыхайте. Но вы можете это тоже место использовать как базу. Приехали, отдохнули и поехали на любые пляжи. Хотите, поехали в Суко. Хотите, Большой Утрич. Хотите, на Центральный Анапа, либо на Пионерский проспект. Здесь у нас на улице Ленина расширили дорогу. Так что там будет вполне себе комфортно проезжать. Ну, а сейчас я думаю, что мы не будем с вами прощаться. Просто вам всем желаю хорошего настроения, великолепного отдыха. И приезжайте к нам обязательно. Кстати, вот эта гора сзади меня называется Юрина. Отмечайтесь, делайте хэштег Юрина гора и отмечайте меня. Буду благодарен. Наконец-то море потеплело. Я просто счастлив. Все, я не прощаюсь. Это интернет. Увидимся в следующем видео. Ну, а сейчас для вас просто щомка. До новых встреч. КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...